Он, значит, русского у вас не понимает, только по-нифски, да? Только по-нифски. Вот я нивхоязычными в последнее время воспитал несколько человек и собаку свою. Прежде всего, его воспитал, а потом уже других, в том числе, младшего сына. Время наступило, я в нашем роду стал самым старшим мужчиной. Естественно, должность вождя ко мне пришла сама по себе. А летом прошлого года меня выбрали вождем все племена нивхо. Я сейчас вождь народа и сахаринских нивхов. У меня есть программа, как спасти мой народ. Народ выдохся, прокритически. Погиб. Языком владеет из мужиков я один. Один владею нивским языком. Тун, иркух, икала, ламандра. Чи, прокур, тхур, мефис, навходла. Урювух, кангав, мыло. Так лавух, чинавха, озело. Укилад, утлих, амам, дабре. Так лавух, чинавха, озело. Продолжение следует... И это считается, что они имеют генетическую связь с Натальными Американами. Некоторые историки и археологи считают, что 12,000 лет назад, какие-то Нивх кросятся на пляже от Азии до Америки, и становились индивидуальные страны из Натальи Америки. И в медиевых временах, также называют Ораками, двигались в Сахалин. С Ораками войны не было. Род существует пока существует очаг. Очаг потух считает, что род погиб. Даже члены рода живые, если очага нет, нет рода. Старейшины Ораки поступили мудрые, договорились со старейшинами Нивхов и вошли в Нивские очаги. Поэтому Нивхи считают Ораков своими соплеменниками. По крайней мере, мое поколение еще знало, что Ораки члены наших Нивских родовых очагов. Я еще живой, знающий человек. А вот люди, поколение моих детей, уже не знают об этом. Потому что это ни в одном учебнике не писано, ни в одной научной статье это не писано. Историю якобы заново открывают. Я как-то воспитывалась в таком духе, что я сразу приняла, знала, что я народы Севера, что я Нивха с рождения. Хотя, конечно, у нас бабушка ульта, а отец старшего поколения говорит, что Нивх. Поэтому у нас две национальности. Ульта и Нивхи. Девчонки у меня как-то более считают, что они Нивхи, а я в душе по натуре считаю, что я ульта. Нивхи – спокойный народ такой, рассудительный. А ульта – они оленный народ, поэтому такое вечное в движении. Я никогда не… Грани у меня нет Нивхи ульта. Для меня народ единый. Нивхи – это, значит, человек по Нивхи. Просто человек или человек, живущий в море? Ну, кто говорит, что человек, а кто говорит, что живущий в море, у попережья, у воды. Поэтому у них больше вот этот обряд моря у Нивхов, потому что они рыбу ловят, рыболовством занимаются. А расскажите, кстати, вот как раз про этот обряд. Про обряд бы лучше Ольгу спросили. Почему? Она больше знает про этот обряд. А что это у вас дочка знает больше, чем вы про Нивхи? Она больше читает. У нее больше времени читать. Там книжка лежит, я до сих пор не могу его прочитать. Обряд делают, чтобы удача была, когда они идут на лов. Чтобы море было спокойное, не штормило, чтобы не забирало людей. Мама тоже училась. Можно сказать, что мы учились вместе с ним параллельно, вот этим именно традиционным. А вот бабушки-старушки, я начала когда на север ездить, смотрела, там посмотрю, там посмотрю. У нас же праздники, кормление духа хозяина моря. И как бы они приезжали на праздники и готовят национальную кухню. Я за ними ходила, все записывала, собирала. Я Нивха. А что это значит? Ээээ... Нивха это... Это люди, которые охотятся на оленей и живут на природе, которые едят рыбу. Я знаю, что всегда, когда у тебя улов плохой, надо покормить море. А я еще танец знаю. Когда холодно, рыбаки раньше ловили рыбу, когда им холодно стало было, они танцевали танец. Танцевать? И тогда другое. А что это значит? Что они? Эээ... Они как... Когда делали, они как... Значит... Они делали, они как будто очищали вот так. Очищали. Здесь помыли, здесь помыли, здесь помыли, здесь помыли. Здесь помыли. Танец рыбака, да? Чтобы рыбы больше было. Она в ансамбле книжки, сказки она уже знает, там читает. Много в классе рассказов, наши национальные сказки тоже. Национальную кухню изучает. Девочке девять лет, она уже помогает мне. Вот на праздниках «Влиния духа воды» она мне помогала готовить. Лепешки пекла, там тесто намесила. Мои дети должны, они должны обязательно это как бы знать. Потому что я выросла в этом. И они должны почувствовать это. Ты когда вырастишь, кем хочешь стать? Я хочу быть как у мамы. Как работает мама, хочу так работать. Картины делать и зыбишку. Ну как мама все делает. Там из бусинок, из зыбы кожи. То есть тебе это все интересно, да? Да. Просто мне самой захотелось изучить искусство художества народа Севера. Чтобы для своего ребенка, для своих детей я в поколение могла это передать. Что я могу вот по биоисте сделать. Я могу по рыбе хоть что-то показать. Могу вышить. Помеху могу. Сейчас на данный момент поколение молодое. Наши ровесники очень мало как бы можно встретить, кто изучает. Изучает то, что знает самобыт, национальную кухню. Моя погрешность в том, что я до сих пор не могу изучить национальный свой язык. Мы выросли без него. Моя погрешность в том, что я не могу изучить национальный свой язык. Но в порывах ветра, гривой обрастая, ты встаешь громадясь, а куда идешь? СЕМЕН КОСТЮМ ПРОСИТ Семен костюм просит. Говорит, все, он ждет костюм с меня, мама. Костюм не шьет, всем говорит. Национальность? Ну да, из рыбой кожи. Ну не знаю, даже представления нет, как это все это будет. Кому-то надо будет обращаться и старше, чтобы помогли как-то выкроить там все это сделать. Но есть такая задумка, потому что вот эти шкурки конжа очень такие красивые, шикарные. Их, кстати, больше всего, как раз они цельные, поделят его на костюм. Ну что такое Нивхи? Это уже не Нивхи. Нив, прежде всего, это человек с языком. А языком владеет из мужиков я один. А в Ногольском районе проживает Нивхов более 800 человек. Один владеет Нивским языком. И человек 6-7 женщин. Играет музыка. 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 Japanese names. И все фамилии, которые в Парнаске, это Камимура, Акава, Акулда, это все фамилии гонские. Когда мы получали паспорта, в свое время в паспорте был листок, где было написано о национальности, и мы все взяли национальный слиф. Многие не хотели быть нимфами, народовыми северами, они брали там японцы, корейцы. В общем, было стыдно носить эту национальность. Ну, конечно, стыдно, что мы знаем язык. Отдельные слова знаем. А вот Настя приезжает, пытаемся говорить. Настя говорит, давай будем на английском, давай. В обиходе говорим, пытаемся на это. Хотя на слуху, потому что бабушки, дедушки говорили, ну, на английском. Но все равно, даже культура, они же жили при японцах, и вот та культура нам все равно наложила впечаток. Я вот, например, японский понимаю, ну, говорит сложновато, но понимать, понимаем, даже больше, чем на английском. У нас же как вот дом русский, а японский, а нивский, он вот так вот. Чуде держишь у бабушки, дедушки вот у них там, в обиходе. Нынешние 30-летние нивхи не владеют родным языком. 40-летние слышат родное слово, но не говорят. Только 50-летние и старшие говорят на родном языке. Дорогу к печатному нивскому слову упорно прокладывал Владимир Санги. Первый нивский писатель. С авторсти Санги написал, пожалуй, самую главную книгу в своей жизни. Букварь нивского языка. С авторсти Санги написал, пожалуй, самую главную книгу в своей жизни. Санги написал, пожалуй, самую главную книгу в своей жизни. Время, когда война была закончена, война снова стала частью России, или Советской Унии, чтобы быть точным. Но это не было ничего не сложнее для нивхи. Много старших поколений, они, конечно, у нас страдали. Кто был в послевоенное время? Почти полностью мужское население у нас пали в концлагеря. Потому что Паранайский район был под японцами. У нас народы Севера, Ульта и Нивхи, носили имя и фамилии японские. И когда пришла Советская Власть на Сахалин, то они посчитали, что все японцы. И стали разбираться. До 70-х годов у нас народы Севера не имели гражданство России. И наш народ, многие с мест срывались, и вместе с японцами уходили в Японию. Так же, как и наша бабушка. Забрала двоих детей и уехала. А вот мама младшая осталась в Паранайске. Вот ей было тогда 10 лет примерно. В 45-м. Почему у нас здесь смешанные браки? Потому что мужчин не было. И пришлось... Супруг мой, Саша, они дружили с братом моим. И поэтому Сашу я знала с детства. Как-то так вот сложилось. Души, может быть. И поженились. Ну, то есть нет разницы. Наталитет человека русского и... Нет, нет, нет. Вот девчонки, конечно, у меня замуж выходили. Все, они как сказали, что мы будем носить только папину фамилию. А вот то, что девчонки, они себя все-таки идентифицируют как нифки. Это вас немножко не обижает? Мне как-то... Все равно, честно говоря. Нифки, нифки. Ну, и пусть хотят быть нифками. Они говорят, ну, человек, он есть человек. Хоть нифку, там, татаринку. И он человек все равно одинаковый. Ну, мне рекомендуют, ну, что, он человек же. Ну, все равно же разные. Менталитеты разные, культуры разные. Да, это привыкается все равно. Это привыкается к любой культуре. Если ты живешь рядом, то вот и видишь, и привыкаешь так же. То есть с кем поведешься, то и наберешь все. Смотри, есть культуры, в которых поддерживают чистоту круга, да? Чтобы народ не врождался. Ты как к этому относишься? Это жестоко. Для меня, в моем понимании, это жестоко. Как вот, ну, допустим, ну, полюбила я русского, да? Хочу выйти замуж за русского. А я что, должна? Нет, это жестоко. А твой рот исчезнет? Ну, как это рот мой исчезнет? Это же главное же не прям, чтобы мы были чистых кровей, там, нифки, там, рот, там, все. Нет. Главное же сохранить эти традиции, да, и передать своим детям. Я иду, ну, я, 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 я иду. Смотрю, смотрю. Папа у меня русский. Да он сейчас, в настоящий момент, наверное, больше знаний, да, чем другого народа севера. Возьми. Я слышала, что у них, например, матриархат. Везде женщина. Женщина сказала, значит... Нет, ну, это здесь, конечно, не будет. Не будет. Не будет такого. Ну, а это действительно у них такое есть, что вот женщина такая? Я что-то читал книжки, да, есть такое там. То есть мужик приходит, значит, с охоты, ну, то есть приносит там добычу какую-то и, получается, варит ее, да, едят сначала жена, ест, а потом дети там, все прочее. Мужику, кто ходил, мучился, ему отдают кости, да, обгрызая все последнее, то есть, чтобы он был в форме. Я помню, вот это вот, читал, как будто, ну, так получается, вот, я это, нет, нет, это не для меня. Ну, Слава Михайловна тоже любит поруководить. Да и пусть руководит. Хоть так это, у меня свое, есть с кино и все. Пусть, если ей нравится, руководит. Хочется и мужчин не обижать, но в основном, в основном инициатива, конечно, у женщин. В основном, да. А мужчина, ну, соглашается со многим, но бывает все, но раз и делает по-супым. Ваш брат вас синяя. У нас был патриотхат, четкий патриотхат. Род у нас идет от мужчины, мужской род. Женщина с рождения является чужей родкой. С рождения. Потому что ей нельзя в своем роду оставаться, ибо будет близко родственное кровосмешение. Женщина обязана уйти в другой род. Могут продолжить род других народов. Корейцев, китайцев, русских, американцев. Дети уже не нивхи. Это сейчас, по соображениям выгоды, иметь бесплатный доступ к рыбе, спешат назвать себя нивхами. Даже многие из той категории людей, которые по обычаям народов Севера, уже народами Севера не являются. Вот мы вас пригласим членами наших родовых очагов. Вот так. У нас не запрещено брать женщин чужих очагов, чужих национальностей, других цветов волос, кожи. Не запрещено. Вот мой сын холостяк, пожалуйста, первый претендент. У нас одно время мы с Владимиром Михайловичем самодельского электора. Вот вы выходили, нам уж... Ой, Владимир Михайлович, вы понимаете, если бы были наши парни, мы имели бы работу, имели бы стабильность. Семья с чего складывается, устои семейные. Бабушка делала шкуры, шила тапочки, готовила деду на охоту. Вот это все, вот это бытые. Вот и семья устои были свои. А сейчас все сломалось. Поэтому женщины выходят замуж, чтобы только поколение что-то было. В эту ночь небылава пуржит, ты в постели нагретой лежишь. Слышишь, друг, собачий лай, с постели теплой вставай. Может, бродит по улицам смерть, может, ломится чью-нибудь дверь. Слышишь, друг, собачий лай, с постели теплой вставай. Слышишь, друг, собачий лайк. В 70-х, все Нивхи национальные сеттлементы были на хрущевском blacklist. Стоит head of state could only see a future involving cities, поэтому Нивхи были forcibly moved в центры, и их сеттлементы были destroyed. Деприруясь от возможности кушать, многие люди превратились к кушать. Это было редко для Нивхи кушать 50-х. Мы живем в такое, я считаю, что в хорошее время, как по рассказам, что раньше, в советское время, творилось там, то нельзя, это запрещалось, все это коренным народом. не было права выбора, чтобы там, я хочу сделать так, я хочу сделать так. В настоящее время, вот мне нравится на севере, сейчас начинают опять традицию, дают два имени коренным народам, то есть традиционные, как-то вот, как раньше их называли. Но все равно, до конца все мы не возродим. У меня есть программа, как спасти мой народ. Вождем, как говорится, проекта было построить не в чисто Нивское поселение, а 500-600 человек со своими школами, промысловые объекты, родные языки, духовность, обычаи охраняемой территории. Земли, откуда Нивхов выжили, путем переселения, мы их превратим в заповедники, в зону покоя и воспроизводства природы. Я так подумал. Я северянин, Нивх, мне колыбель метели, с рождения янаты с бураном и тайгой, вот потому мне снятся ели и брежу я тайгой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова